МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. Подтримка приватной инициативы. Парламентари у Гомелли обмирковали питание развития малого и среднего бизнеса. Николи не забудем. У областным центры пройшла сустреча былых вязнев фашистских концлагеров. У летку до бабулей у Палаца Румянцевых и Паскевичев открылась этнографичная выстава. Безмежные просторы веры. У первый международный веломарафон отправилась молодежная группа Гомельской гепархии. У ближайшие 15 хвилин про это и иншее больше подробязно. Сегодня завершился рабочий визит у Гомель членов постоянной комиссии Совета Республики национального сходу по экономице в бюджете и финансах. Головная тема сустреча – поддержка предпринимательской инициативы как фактор развития малого и среднего бизнеса. Парламентари наведали предпринимство областного центра и обмерковали убаченное за круглым столом. Ганна Ковалева протягнет тему. Ознаемится с методами поддержки приватной инициативы в регионе. А халуна выслухать самих предпринимательских, как заразуметь, с какими проблемами яны сутыкаются в своей деятельности. Для этого представники постоянной комиссии наведали компании, что работают на плясовце свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Наибуйнейшее предпринимство – Алкапак. Угод с этих конвера усыходить больше миллиард одинок закарковочной продукции и ее чекают в большем 20 краинах света. А кроме того, вытворчасть задовольняет потребы местового рынка, а импортозамещение – это важкий аргумент, как развивать белорусский бизнес. Вы знаете, очень актуальная тема, потому что действительно сегодня развитие малого и среднего бизнеса даст большой толчок нашей экономике в целом. Упрощая схему и налогоблажения, и земельного кодекса, а также минимальные цены на трудственную недвижимость помогут бизнесу развиваться. А развитие сопутствует с какими-то инновационными идеями. И самое главное, чтобы в этой ситуации было создание новых рабочих мест. Наступный пункт программы – Гомельский технопарк. Мытые его деятельности створать умовы для коммерциализации инновационных идей и не допустить оттоку специалистов за мяжу. Спрошенная система податка-обкладания льготная аренда офисов – это допомогает малому бизнесу стартовать. Али только этого недостатково иснуют факторы, которые перешкоджают предпринимательству динамично развиваться. По раннейшему актуальна тема снижения администрационных барьеров и спрашивания законодавства. Этот вопрос поднят, чтобы снять ту нагрузку, которая есть на бизнес, я имею в виду, излишние проверки, излишние инструкции еще 50-х годов. И они не всегда уже соответствуют тем реалям, которые происходят у нас в республике. Поэтому этот вопрос, вот сейчас я как раз вхожу в комиссию по обсуждению и снятию вот этих вопросов при президенте. Подчас размовы за круглым столом было огучено, что пылные зрухи в этом накерунке уже отбылся. На протягу паугода ишел сбор информации. У який бок менять законы, запытали у самих бизнесменов. Удельничали в этой справе усе без выключения держорганы. Выником стал проект нового декрета. Уже подготовлен пакет очень серьезных документов. Находится на завершающей стадии проект декрета об упрощении. В качестве примеров я хотел бы привести, были проанализированы и собраны воедино, например, все пожарные нормы. Оказалось 586 пунктов. Потом взяли, ну, как говорится, топор, которым отсекли все, что можно передать на уровень саморегулирования. Осталось всего 58 пунктов. Из санитарных норм было 1100. Осталось тоже более чем в 10 раз сократили количество. Документ у разы поменьшить подробование до бизнесу. Кончатковое за отвержение декрета это пытание некольких тыднёв. Але уже зараз у некоторых районах краина отзначенный видовочный рост регистрации индивидуальных предпринимательников. Увагали такая промая работа с пропановыми бизнесменов, допомагая бачить полную картину и вызначать безпроигрышные шляхи развития бизнесу. До Гомеля с этой мытой специалисты наведали Могилю и Гродно. И такая работа будет протягиваться. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, отель и радиокомпания «Гомель». Выники работы со зворотами граждан сегодня разглядели на посяжении Гомельского городского выканавшего комитета. В первом поугодии 2017 года у Гомельский гарвыконкам поступило омаль полторы тысячи зворотов. Это на 11% больше за отповедный летошний период. Найбольшую значимость для горожан имели пытание жилёво-коммунальной и дорожной господарки, працы, землекористания, будовництва и податка обкладания. На субботние промые линии с уделом керавництва гарвыконкама поступило 330 зворотов. В сирот огученных становших тенденций скорочение на 12% колькости зворотов у высшие стоячие и контролюючие державные органы. У ближайшую субботу, 22 липень, мясцовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На питание же хоров Гомельской в области откажен наместник старшини Гомельского облывыконкама Владимир Владимирович Гарбачоу. Звернуться до его можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. А у Гомельским гарвыконкаме промые линии проведе наместник старшини Сергей Евгенович Андреев. Телефон 75 63 33. Час работы промых линии с 9 до 12 годин. До других тем, у Гомеля отбылась авария выявлено больше 500 порушений. сбоку водителям мотоциклов и мопедов. Только за этот год на территории Гомельской области с участием двухколесных транспортных средств, имеется в виду мотоциклисты и мопедисты, совершено уже 17 дороже транспортных происшествий. Те происшествия, в которых пострадали люди. Из них 3 человека погибли, и 19 получили ранения. Дитяная программа «Краина безопасности» телерадио компании Гомель признана одним из лучших телепроектов в Беларуси. На передние дни пожарной службы в Минске подвели выники творческого конкурса СМИ и в знагородиле переможцев. Конкурс проводило Министерство по надзвичайных ситуациях. Усяго было подадено около сотни заявок. Жюри вызначило 24 проекты. Утим лику два гомельские. Дипломы другой ступени отримали телепрограмма «Краина безопасности» и радиостанция «Гомель плюс». Яны, на думку экспертов, лепшим чином осветляют пытания безопасности житедейности. Сюня Гомель наведала делегация былых вязня фашистских концлагеров. Визит отбылся у рамках реализации проекта «Золотое кольцо памяти», який стартовал у Саковику. У Гомеля гости усклали вянки и кветки до мемориалу на площади Паустане. Протягом памятной встречи стала презентация книг, присвеченных военной истории. Наталья Игнатенко с подробностями. У рамках проекта былые вязни фашистских концлагеров уже наведали белорусские Брест, Могилёв и Гродно, польские Хайнуку, супрасли, российские Бранске Москву и азербайджанский Баку. У нашим областным центром члены делегации усклали вянки и кветки до мемориалу на площади Паустанья. Хвилиной маучанья ушановали память загинувших у концентрационных лагеря. Слёзы на вачах людей, чыё дятінство прайшло у нечеловечных умовах, знов и знов гучить заповет, а зарабить усё, каб подобное николи не паутарылась. У складе делегации удельники столичного самодейного коллектива «Лёсы», який был створен в 2004-м годе в Першамайском районе Минска. За час основания коллектива живые светки войны с роками можности побывали у Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Польши и инших краинах. Маршрут «Золотое кольцо памяти» стартовал 12 марта 2017 года. Чтобы не было искажения, чтобы не было переписывания истории, мы несем эту правду, творческим коллективом. Протягом памятной встречи у Гомелии стала презентация одразу двух книг у библиотецы имя Герцена. Одна из них, сборник вершов, была «Война» Людмилы Бурдыка. Другое, представленное гомельскому читачу в Идэнне под назвой «Финский капкан» належит пяру былого вязня финского концлагера Миколая Денисевича. Это рассказ про житё в лагере смерти на оккупированной финами территории Карелии. Аутар не только описывая свои детячие успомины, а ле дополняя их звездками из архивов, на яких долгий час был гриф сокретности. Документы про советско-финскую войну Миколай Денисевич по крупицах сбирал у архивах Москвы, Минска и Петрозаводска. Книга, в общем-то, посвящена судьбе 5250 крестьянских семей Белоруссии. Мы провели 1004 дня в концлагере, а в одном из 14 концлагерей образованных финами на территории оккупированной Карелии. Все материалы, касающиеся советско-финских отношений, были засекречены. Книга «Финский капкан» выдадена невеликим тиражом. Усяго 400 экземпляров. Аутар сподяется, что его степлый уклад у справа захований историчной правды будет оценены нащадками. Наталья Игнаценко, Максим Славин, телерадую компания «Гомель». Народные костюмы, рушники, предметы вязкового побыту. Палац Румянцевых и Паскевичев запрашают наведать выставу «Улетку да Бабули». Подчас ей открытия можно было не только уважить уникальные стародавние экспонаты, а и самому стать удельником народных обрадов. Вероника Ворошилина с подрабязностями. Водр скошеного сена, гусс-радую спевы ранешних пеунях. бодай первая ассоциация, которые возникают в пруспомении летних каникул, проведенных в везце. Перенести всю атмосферу бесклопотного дятинства зараз можно в палаце Румянцевых и Паскевичев. Тут открылась выстава «Улетку да Бабули», и она знаменит наведовольников с народными костюмами. Кожный предмет оденимая свою отметную прагожость непорывную суви с протками. Открытие экспозиции нагадывалось оправдное этнографичное свято, где можно было доведаться про народные традиции и отшуть колорит сельского життя. Мы хотели, чтобы каждый присутствующий на открытии почувствовал себя немножечко в деревне, потому что мы, горожане, очень далеки от этого, от всего. И, к сожалению, и народная культура для нас, для горожан может быть, где-то как-то и непонятна. А ведь это та мудрость, философия, которая была накоплена веками и которая хранится именно бабушками, хранителями этих традиций. Народные песни и танцы, дегустация белорусских страв, а еще ворожба и займальные майстер-классы. На открытии выставы «Улетку до бабули» можно было, например, створить властными руками соломянного павука. Ранее таки оберег находился в каждом доме, лишился, что он сбирает дренную энергию и оберегает семью одни приемности. Тым часом представленные этнографичные комплексы экспозиции дают набедленникам мягчимость побывать на веселье и хрисбинах, завернуть до шаптухи, поудельничать в летних народных святах. Мне, например, запомнились гадания, когда девушка зажигает свечку, опускает воду, и в какую сторону поплывет свечка, с той стороны будет жених. Так что думаю, всякие интересные названия, я такое еще не пробовала. Также мне вспомнилось мое лето у бабушки. Жду, когда закончится моя практика, и я смогу уехать у бабушки. Выстава у летку до бабули складается с рычу этнографичной коллекции Музея Гомельского Палацево-Паркового ансамбля. Усягуя она наличивает свыше трех тысяч экспонатов, большую частку за яких зараз могут убашить на ведвольнике. Упершиню 100-годовую историю своего формирования этнографичная коллекция экспонуется так масштабно. Вероника Ворошилина, Павел Антонов, телерадоя компания Гомель. Уперши международный церковный веломарафон сегодня отправилась молодежная группа Гомельской гепархии. Суместно с духовенством Свято-Проображенского храма Гомеля яны наведают святые месцы Беларуси и Литвы. На старте марафону побывала Международный церковный веломарафон незвычайный эксперимент не только для гомельской гепархии а и всей беларусской православной церквы. Старт у Гомеля затем маршрут пролягает до Вильнюса. Это не просто прогулка а новый вид паломництва. Удельники будут наведывать святые месцы и робить припынки в монастырах и приходах. До марафона долучилось 19 человек. Это активисты молодежной группы Фаворовцы Приходжания Он очень любит велосипеды и нас подсадил. Мы часто ездим на велопрогулки. Открыли сезон где-то в апреле в мае и пытались тренироваться каждую неделю. Маршрут различный на тыдзень. Допомагали у его организации и представники руху велогомель. Велоаматоры оказали информационную поддержку, а так само сопроводжали колону марафонцев по Гомеле. Мы считаем, что велосипед это такое средство передвижения, которое вне идеологии, вне религии. И все люди, которые ездят на велосипеде, могут дружить независимо от того, какого цвета у них кожа, какая у них религия. Это потому, что велосипед это замечательно. Официальный, серьезный, продуманный подход. Все продумано о безопасности молодежи позаботились. Это прекрасно. Головная мата-марафону обмен в опытом с коллегами Виленской и Литовской епархии. Это новый узровень международного супрацовництва не только православной молоди, а и католицкой, бо проект носит межконфессийный характер. Международный веломарафон отримал благословение епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. И в наступном плануется, что он станет постоянным мероприемством Гомельской епархии. Суть этого велопробега, чтобы объединить нашу православную молодежь и показать всем, что в православии не только приходят люди уже пожилого возраста, а в православии есть молодежь, есть будущее православие, которое стремится единым духом и жить в единой церкви. Ганна Корольчук, Максим Славин, телерадиокомпания Гомель. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Святлана Князева. Всего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова